Артем, перед матчем Саламович говорил, что игра будет за 6 очков. Так и получилось? Да, Рубилову было очень прилично. Приятно победить именно в таком непростом матче. Ключевая победа. Но, как уже сказал Станислав Саламович правильно, что следующий Казахстан, если там мы не выиграем, то эта победа немножко бесценится. Поэтому порадовались. Надо уже готовиться к следующей игре. Потрясающая атмосфера. Спасибо огромным болельщикам. Очень много было болельщиков по периметру наших. Это прям безумно приятно. Как тебе шотландцы? Тяжело было против них играть? Первые 15-20 минут они нас так подприжали. Мы немножко так были ошарашены. Хотя готовились к этому. Потом взяли под контроль. И в втором тайме, если бы забили третий гол, все закончили бы. А так вместо этого нервотрехку устроили сами себе. Ну, хорошо сыграли парни все отчаянно. Никто не выпал. Гилья пару раз снял очень важных мячей. Там даже не пару раз отчаянно. Боролись, сражались. И, мне кажется, заслуженно победили в таком непростом матче. Расскажи, как гол забил? Вот там, по-моему, разыграли ребятам. Голова, по-моему, хотела убрать в другую сторону. Попал в защитнику в ногу, отлетела ко мне. Я там уже убрал немножко и пробил. Очень рад, что получилось забить. Главное, что победили. Наш друид Юрий Жирков продолжает нас радовать. Когда в концовке выкатил мяч на Ерохина, уже думал, мяч в воротах будет? Ну, честно, да. Я думал, он будет бить, сейчас забьет или обратно под себя отдаст. Мне вообще была бы сказка. Но жаль, что не забил. Пяткой ударил. Забавно. Ну, что, главное, победили. Все бывает. Все не забивают. И великие не забивают. Главное, мы выиграли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok